МОМЕНТ ИСТИНЫ Кто-нибудь из наших зрителей, что это Ингушетия? Ингушетия? Что вообще сегодня на самом деле происходит на Кавказе? С ответа на этот вопрос мы начинаем наш сегодняшний разговор. К сожалению, это бывшая окраина Чечена-Ингушетии, аграрная окраина, которая в лихолетии 90-х годов, когда младореформаторы, и даже те 2-3 предприятия промышленных, которые были, свели на нет, мы действительно стали к 2000 году аграрной республикой. Мы первые в России закончили газификацию республики. И у нас негазифицированных поселков нет. У нас около 19 сел маленьких и больших. Я с 1 июня 2002 года назначен главой. Не было дорог, школ, не было газа в населенных пунктах, телефона, не работал телевизор, программы не было все. Значит, вот с тех пор все потихоньку пошло вверх. И к нашему несчастью, в 2002 году здесь полностью снесло поселок Альгетти. 4-5 дней подряд шел дождик, река Арымхи поднялась до предела. А люди погибли? Нет, ни один человек. Это утром случилось, к счастью. Мосты сносили. Мы не могли в Альгетти пробраться несколько дней, пока потом не сделали. Мы не могли 3 месяца до Гули добраться, потому что все было снесено. Не проехать, не пройти, только через горы. Пешком можно было пройти. Все разрушило до основания. Здесь, я же говорю, утром я приехал, я уже в обед вечером не смог домой поехать. Я ночевал здесь. Потом уже немножко утихло, проложили мостик такой, мы прошли. Большое наводнение было. Село до наводнения стояло 300 лет этого села было. Два населенных пункта Жайравского района полностью были снесены. Сонжевский район был охвачен, город Назрани. Назрани практически все населенные пункты республики Ингушетия были потоплены. Откуда столько воды это взялось? Такие ливневые дожди были, которые сопровождались градом. Были разрушены, не только, я вам скажу, жилье было разрушено, были разрушены и дороги, мосты. Это около 3000 семей пострадало. Около 3000 семей пострадало. Вот народ, земли нету, где им поселиться. Они поставили вопрос, что надо спускаться вниз. Приехал президент. Мурат Магомедович говорит, выезжать ни в коей мере нельзя, до зимы будете под крышей. Я как глава этому не верил. Представьте себе, нет дорог, снесены мосты, жизнеобеспечений нету. Как это возможно? А уже июнь, потом все закипело, конечно, буквально все закипело. Наводнили сюда 700 человек. Строители круглые сутки работали. 133 дома было построено. Вот до зимы, по сути дела, люди стали под крышей. Еще средства из федерального бюджета, даже не были определенные объемы. Это буквально за два месяца был вовведен новый населенный. И жилье было построено такого качества. В Жайравском районе было создано в этих населенных пунктах маленькая Швейцария. Так у нас ее называют. Каждый гражданин, проживающий на территории республики, он знает, что он живет в тепле, что он пользуется голубым топливом, что для него созданы эти условия. Или тоже наши отношения к Кавказу, какой-то сложившиеся надолго. Кавказ – это вечная война, весь Кавказ – это одна Чечня. Что-то мешает поверить в очевидные факты. Подтяжением этому являются и показатели Госкомстата. Они не выдуманы. Да, не опубликованы. Да, не опубликованы. Сколько жилье все-таки? Сколько миллионов квадратных метров жилья? Два с половиной миллиона квадратных метров жилья мы ввели буквально начиная с 2002 года. Вот еще раз скажу, абсолютно реальные цифры? Да. Когда по всей стране сегодня, к 50 миллионам только приближаемся? Два миллиона 488,7 тысяч квадратных метров жилья. И из них 229,4 мы ввели в эксплуатацию в 2007 году. Среднероссийский уровень я знаю 0,3, а у нас 0,34. А офисные здания? Только в магазе мы ввели 8 административных зданий. И сегодня ведем строительство 10 административных зданий. Дорогой владыка, я с огромной радостью, как и все жители многонациональной имбушетии, сегодня всегда именины сердца. Потому что мы будем освещать сегодня установку Копова. Президент Ингушетии выступает на торжествах по случаю открытия первого, за последние 130 лет, первого в республике православного храма. Спасибо, я не могу не сказать еще пару слов благодарности. Всем, кто живет в Ингушетии, друзья, держитесь, своего лидера, президент. Я вот прям прошу вас всех, живите в мире, живите в согласии. Устал седой Кавказ от наших человеческих несовершенных деяний. Владыка Феофани и президент Зязиков открывают первый, еще раз скажу, первый за 130 лет последних православный храм в Ингушетии для тех, кто здесь в республике исповедует православие, и для тех русских, кто возвращается сегодня после всех конфликтов в Ингушетии. Для русских. А это сотни семей. У нас с вами есть поддержка Всевышнего, мы это чувствуем. И в Ингушетии будет еще больше прихожан. Люди к нам будут возвращаться. И это самое главное. Я скажу, что социальные объекты продолжали строиться, и при том неплохо, но крен все-таки был сделан на промышленности. Промышленные объекты начали строиться. Такие объекты, как подниматься стало строя индустрии. Вы, наверное, вот объезжая, видели, что у нас строятся кирпичные заводы. Закончился строительством керамзитовый завод на 100 тысяч кубов. Мы даже думаем, что этот керамзит мы будем поставлять на строительство Сочи, потому что рядом у нас находятся все-таки будущие олимпийские объекты строительства Сочи. Конечно, все сразу решить невозможно. Но мы будем это делать вместе. Вместе. И я считаю, что сегодня действительно воистину очень добрый и божественный день. В Ингушетию возвращаются русские семьи. Люди бежали от Осетина-Ингушеского конфликта сколько-то лет назад и просто бежали. Из Ингушетии открывается православный храм, первый за 130 лет. Сотни семей переселяются обратно. Сотни семей. Почему мы об этом ничего не знаем? Но как-то сейчас недавно я слышал очень скверный, но, к сожалению, небессмысленный анекдот, пародирующий известную фразу актера Филиппова «Есть ли жизнь на Марсе? Наука не установлена». Теперь говорится, «Есть ли жизнь за МКАДом? Нет ли жизни за МКАДом? Наука не установлена». Шутки, шутка. Два миллиона с лишним квадратных метров жилья в Ингушетии, в маленькой Ингушетии, одна из самых маленьких республик в России, два с половиной миллиона с лишним квадратных метров по цене по руководству республики. Выночная цена у нас 22 тысячи. Ну, по сравнению с Москвой это очень дешево, конечно, но для Северного Кавказа это средняя цена. Очень высок процент индивидуального жилищного строительства. Это говорит об уровне жизни населения. Есть желание у людей жить, руководство создаёт условия, уровень жизни меняется, у них практически появляются дополнительные источники, средства, которые они могут вкладывать в строительство жилья. Но мы вообще мало знаем о том, что выходит за грани светских скандалов. Мы ленивы и нелюбопытны. Это отношение к Кавказу уже навсегда, надолго сложившись, что там везде Чечня, везде война, везде боевики. Это вообще какая-то очень сутившаяся сфера интересов. Подрались ли два эстрадных певца, это очень интересно. Вот о чём говорят. Что на первых полосах, что там происходит в какой-то Ингушетии. Кроме того, ведь нет единой концепции отношения к происходящему. Одни говорят, что везде идёт возрождение. А, возрождение, ладно. Другие говорят, а везде хаос, смерть. Ведь истина-то где-то, она даже не посередине, она просто намного сложнее. Идёт страшнейшая борьба на невидимой линии фронта, какая-то война. Кто-то хочет этой стабильности, кто-то её взрывает. У нас нет ни отношений, ни понимания, что если там где-то, в какой-нибудь маленькой из этих республик произойдёт какая-нибудь серьёзная катастрофа, то рухнет вся политическая стабильность. Да ладно, что там? Не будем, Сергей Иванович, торопиться. Вот теперь самая главная тема. Что происходит с терроризмом на Кавказе на самом деле? Я абсолютно уверен в преступлении террористической направленности на территории Ингушетии, заказываемые и финансируемые как определёнными лицами, не желающими стабилизации в этом регионе, так и за пределами России. И когда совершаются преступления, внешне выглядящие как преступления на национальной почве, убийства учительницы, убийства представителей правоохранительных органов, это действия, направленные на свержение власти. Показать общественности, что нынешнее руководство республики Ингушетии не управляет ситуацией и не может навести порядок. Когда мы много говорим о терроризме, о борьбе с террористами, то всё время понимаем террористов, то ли как вообще очень плохих мальчиков, бэтбойс, как говорят они, бегающих с оружием. На самом деле есть совершенно другое понятие, оно уже очень давно применяется, называется стратегия напряжённости. Это не просто террор, это спецтеррор. 22 июня 2004 года более 150 вооружённых бандитов, возглавляемые Басаевым, вошли в разные населённые пункты в трёх районах одновременно ночью. Откуда они приехали? 150 вооружённых зубов людей. Где ГАИ? Шли группа со стороны Чечни, группа зашла со стороны Северной Осетии. Вопрос резонный. Посты же, ведь обстановка вокруг неспокойная. У них с неба же упали. И как в последующем следствие установило, значительная группа находилась непосредственно в населённых пунктах по заранее разработанному сценарию. И в назначенное время, имея самое современное оружие, вышли и подключились к заранее разработанной операции. Нагнетание напряжённости. Такая вроде бы простая вещь, да? Нет смысла, кроме напряжённости. Спецтерроризм, говорит Кургинян. Прав? Конечно, прав. Смысл. Я во всём хочу понять, зачем это дело. Смысл. Дело в том, что всегда нужны точки напряжённости. И Кавказ всегда будет той точкой напряжённости, которую всегда наши недруги будут искусственно поддерживать. Никто не хочет стабильной, сильной России даже в тех территориальных пределах, которые сейчас она существует. В эту ночь погибло 79 человек. В основном работники правоохранительных органов, в том числе исполняющие обязанности министра внутренних дел республики, мой племянник Абукар Костоев. Чего они добивались? Дестабилизируют обстановку. Сделать неуправляемой, превратить её во вторую Чечню. 150 человек сегодня? Да, 150 человек. Потому что на Кавказе много российских частей и самых разных. 150 человек могут вот так... Должен сказать вам, в эту ночь дислоцирующиеся там воинские части показали себя не лучшим образом. Там стоял батальон 900 человек, когда даже обстреливались в пределах расположения части. Скоординированных действий силовых и правоохранительных структур не было. То есть даже когда, не будем торопиться, стреляли по нашим солдатам российским, они не знали, как ответить? Да. Там было 900 человек. Это 503-й полк. Он не подключился. Тогда зачем полки-то держать? Их можно было бы моментально или уничтожить, или задержать после совершения этих преступлений всех, после всех этих убийств, поджогов, да, перехватить на отходах. Но опять же, этого не было сделано. Рядом с соседней Осетии тоже стояли вооружённые формирования, которые придвинулись до границей к Ингушетии, и ни один военный не перешагнул территорию республики Ингушетия. Это внутренние войска? У нас полк был, 900 человек было. А как это всё объяснить? Зачем держать там полка тысяч человек? Я вот эти же вопросы задавал на самых высоких уровнях. Такое наличие воинского контингента, которые в столь трагический момент не могут принять участие, другое дело, за это время могли выехать из Грозного туда. Но этого не произошло. Через посты, которые делят Ингушетию на Чечню, миновало основное количество боевиков. Пересекли эту границу, так называемый пост Кавказ. Силовые структуры начали в этой ситуации доказывать друг другу, что они имели информацию, но не приняли должных мер, что они информировали одних. Другие говорят, да нет, мы этого не получали, это информация. Ничего внятного генерала не объяснили. Просто трусость, но откровенные разговоры. Просто испугались. Да, и испугались, и растерялись. Однозначно. Терроризм является инструментом, который одни центры сил используют против других. Ну вот Индию и Гандию убили, обиделись, СИК ее убили. Ну нет же, мы же знаем, что за спиной этих СИКов стоят Соединенные Штаты Америки, которые реализовывали свои интересы в Индии. В Ингушетии какие интересы? Интересы простые, отделить Кавказ от России. Но она очень маленькая, Ингушетия. Ну какая разница? Мало золотник, да дорог. Карабах был еще меньше, но с Карабаха начался распад Советского Совета. И я прекрасно помню видеосъемки лиц, которые играли в футбол человеческими головами. Потом выяснилось, что это вообще граждане иностранных государств, не имеющие к нам никакого отношения, ни к армянам, ни к азербайджанам. Рекордсменом в подобного рода операциях является спецсилой Великобритании. Давно разработана стратегия племя на племя и так далее. С нами ведут себя по колониальной модели. Но трагические события в Назрании. Мы посчитали, на скольких километрах находились крупные бронетанковые соединения. И выяснилось, что им там два часа доехать, а они ехали 20. Все были пьяные и всю солярку продали. Конечно, кто-то был пьяный. Конечно, сколько-то солярки продали. Но это же не укладывается в эту схему. Для того, чтобы подобные стратегии напряженности могли осуществляться, должны быть какие-то элитные группы, через которые международная злая воля проходит, которые имеют свои мотивы для того, чтобы в этом тоже участвовать. Это же не может быть безвоздушным пространством. Возникает вопрос в том, что новый установившийся политический порядок кого-то не устраивает. Одних по одним причинам, других по другим. И нет привычки нашей национальной элиты. Мы не будем свои внутренние политические конфликты реализовывать ценой потери государственной стабильности. Самое непонятное, как они вышли спокойно, заправляясь на заправках, открывая стрельбу, а на окраине одного из выходов даже помолились там около мечети. Единственное, в одном из райотделов начальник милиции оказался непосредственно в райотделе и принял бой, а вот в других местах. Ведь они были все одеты в форму сотрудников МВД, ФСБ, ОМОНа. Бандиты, я имею ввиду, подъезжают фактически представители правоохранительных структур республики, спрашивают, в чем дело, а вы кто такое? Я вот министр внутренних дел, вот племянник мой говорит. И шквальным огнем его расстреливают вместе с его охранником, вместе с его водителем. И каждый, кто приезжал, услышав о том, что происходит непонятное, а я кто? А я прокурор. А, прокурор, да, его расстреливают. А кто я? А я судья. А как у них так вот получилось легко? Так получилось, так получилось. Ваш племянник или прокурор не имели информации, что это уже бандиты, когда ехали, мобильные телефоны не работали. В этой суматохе, когда это все произошло, да никто не знает, что происходит. Все, она стояла, ничего не было. Ни завода, ни фабрики, ничего не было. И рабочих мест не было. После Зязякова здесь создаются рабочие места. Строится все, заводы, фабрики строятся, другое, третье. И люди устроились, там и живут. Сейчас президент работает на людей. А раньше эти люди на себе работали. Ну, этот завод будет производить керамзитовый гравий. 100 тысяч кубов в год. Вот, это единственный завод, как раз для Ингушетии, это новый завод. Используется также для производства легких бетонов в качестве заполнителя. Мы находимся на строительной площадке, кирпичный завод, производительностью 20 миллионов штук условного кирпича в год. Завод в следующем месяце будет введен в эксплуатацию. Сейчас вот у нас на заводе очень серьезная линия итальянского производства. Даже вот на Северном Кавказе нет такой линии. Производство минеральной воды на пол России хватит, чтобы перееда дорогую водичку европейскую не пить. Есть своя дешевая, на Кавказе, как всегда это было. Вот теперь, наконец, промышленное производство дешевой питьевой воды. Совершенно правильно. Причем аналогов. Вот таких вот линий по производству воды не то, что на Кавказе, в России нет. Когда мы хотели купить ту линию, которая сегодня у нас работает, даже не могли Россию посмотреть в рабочем состоянии, чтобы, ну как она, пришлось улететь. В Италии. Керамзитовый гравий. Единственный фактический завод на всем Кавказе. Запасов много. По прогнозам геологов, сырья кладет где-то на 170 лет. Кирпичи ингушетии производят больше, чем весь Северный Кавказ. Логика возрождения, которая была всегда присуща игрушской нации еще в советские времена, до советского периода, она сегодня начинает очень активно... То есть, завод отдаёт тысячи новых рабочих мест. После развития вот этого направления, галашкинского кластера, нам даст 10,5 тысяч рабочих мест. Еще одна деталь. Где программа, которая поддерживается президентом, идет по его инициативе и обеспечивается своим очень небольшим местным бюджетом. Была война, в Чечне была война и в Осетии была война. Люди вынуждены положение, опасая дедов, там, сёстров, сыновей, покинули эти места. Но сегодня наш народ все настроен, чтобы они вернулись, чтобы они жили на своих местах. Тут и живут армяне, и азербайджане, Чечня, ингушетии. Мы же свои люди. Ихни деды, отцы, прадеды, их кости здесь хранятся. И сколько семей уже вернулось? Ну вот у меня заявлений порядка 160. За период действия программы у нас в Ужинском районе 29 приобрели им жилье. Ну, под русскоязычным населением мы понимаем нетитульное население. Ни ингуши и ни чеченцы. А так мы рассматриваем проблемы всех людей малонациональности. Наиболее незащищенные. И где-то начинается поддержка интернациональным семьям. Потому что как-то начинают возвращаться и эти семьи. Интернациональные семьи. Прошение руководства Организации Объединенных Наций сократить гуманитарную поддержку Северокавказским республикам. Чечне, Ингушетии, Северной Осетии. Это что означает? Это означает, что сегодня международное сообщество высоко оценивает результаты социально-экономического строительства. Те самые права и свободы человека Ингушетия начинает обеспечивать за счет своих собственных ресурсов. Это действительно великое дело. Война вот эта вот. Опасно вообще было. Решили уехать. Переехали мы в Ставрополь, в Ставропольском крае мы жили. Ну, потом, чтобы дети в духе ингушской культуры воспитывались. Культура здесь мне очень нравится. Сами мы как-то здесь родились. А вы русская? Нет, да, я русская. Ну, я сюда вернулась. Жили мы в Кораблаке, в вагончику. Как беженцы мы жили. С тремя детьми? С тремя детьми, да. Тяжело, конечно. Ну, очень быстро окликнулись. Помогли нам, видите, дом. И дети наши, чтобы жили хорошо в доме. Почему вы решили вернуться? Просто я сама здесь родилась. Как-то и тоже хотела бы, чтобы дети наши здесь воспитывались. Ну, а теперь самое главное. Все, о чем мы говорим сегодня. Неужели действительно ингушетия в сознании кого-то может играть роль Карабаха, как это было когда-то при развале Советского Союза? Известно то, что структуры, не только Соединенных Штатов Америки, об этом сегодня можно говорить, ингушетию поставили в качестве объекта своей геополитической игры. Почему именно ингушетия? Потому что в Чечне не получилось. В Чечне не получилось, это во-первых. И мне кажется, что идеологи этого самого Вашингтонского обкома, они как раз и озабочены тем, чтобы сказать, у Путина не получился один проект, у Путина не получился другой, у Путина не получается в ингушетии. А что вот у Путина не получилось? Чечню остановили. Исторический заслуга. Работая в Евросоюзе, при каждой встрече с господином Соланом, тема Северного Кавказа, Чечни, Ингушетия всегда возникала. Всегда? Всегда возникала. И я всегда спрашивал, почему именно этот кусочек российского Северного Кавказа вызывает такой интерес. Я могу утверждать, что с разного рода центрами, которые дают извращенные представления о современном исламе, Басаев, безусловно, связан. Это источники финансирования, идеологической поддержки. И Басаев самым активным образом пользовался этим источником. Если не получилось в Ингушетии, может, опять получится в Чечне. Не получилось в Чечне, в Кабардино-Балкарии. Не получилось в Кабардино-Балкарии, в Дагестане. Самое главное, как прошли. Ведь у нас трасса федеральная. С одной стороны Чечня, с другой стороны Северная Осетия. И с той стороны прошли, и с той стороны прошли. Причем на машинах. И ушли. Даже оружие не скрывали. Они были полностью экипированы. Они окружили склад МВД. И разграбили его. Это происходило на протяжении длительного времени. Ну что, кому-то это было нужно в Москве? Очень сложно сказать. Ведь Басаев фигура, прямо скажем, очень непростая. Не находились, я предполагаю, негодяи. Может быть, и сегодня есть в федеральных центрах, которые платили Басаеву деньги. В том числе и некоторые бизнесмены. Из числа сбежавших сегодня из России. Мои предположения? Басаева уничтожили непосредственно в Ингушетии. И скрывался он длительное время там. Очень многие нам задают вопросы. А вот почему во время активных сеченских боевых действий не происходило этих событий в Ингушетии? А вот почему я хочу это спросить? А потому что Ингушетия была, можно сказать, задним двором. Президентом был Руслан Ауш. Да. Склады оружия были на территории Ингушетии? Не скрываю. Я полагаю, что они были. Лагеря были боевиков? Сложно сказать. В горных частях могли быть и лагеря. Но то, что они отходили на территорию Ингушетии... Всякий раз? Мне кажется, это да. Мало того, лечились на территории Ингушетии в прежнее время. Открыто в больницах? Кто-то под фальшивые документы в больницах. Отдельно лагеря были. И это было известно. Оперативная информация шла. Я тогда был помощником у Куликова Антона Сергеевича. Это было известно. Что же не боролись-то, ребят? Пытались бороться. Как-то лагеря боевиков. Ничего себе. Но надо знать географические условия. Ущелья в труднодоступных местах. А вот вся Чечня – это четыре района Подмосковья. Вся Ингушетия и того меньше. Полчаса на вертолете с конца в конец. Сколько сил, энергии потребовалось Путину, чтобы навести наконец какой-то порядок в Чечне. Кто в Москве в Кремле сидел? Почему в совещании по Чечне информация из Кремля уходила? Я могу сказать простые вещи. Была ситуация, когда Куликов со спецназами загнали остатки басаевских банд в ущелье. Были прямые звонки самого верхнего уровня администрации о том, чтобы прекратить боевые действия. И оставляли в покое. То есть Басаев нужен был живой? Он нужен был для того, чтобы иметь дестабилизатор в стране. То есть и Кремлю кому-то в Кремле это было выгодно? Кому-то, да. Можно было в случае чего списать на напряженность Чечни и отмену выборов в 1996 год? Конечно. И не только 1996 год, и после 1996 года. Все знают, что Басаев – это супертеррорист. Но нельзя забывать, что у Басаева была поддержка в наших спецструктурах. Но вспомним, Абхазия воевала с Грузией. И именно Басаевский отряд стоял во главе. Вместе с Грушниками штурмовали города. То есть у Грушников, ты предполагаешь, связи с Басаевым были всегда? Мало того, я видел пленки, когда Басаева на руках несли из раненого, абхазцы встречали, как национального героя. И тогда пошли слухи, что Басаеву дали секретным указом Ельцина Героя России. Тогда пошли слухи. Но это был только слух, надеюсь? Я не знаю. И тогда приезжали абхазцы, мне об этом рассказывали. Поэтому эта взаимосвязь, она всегда была. Поэтому каждый раз, когда я вижу подобные ситуации, я говорю, это спецтеррор. Это стратегия. Кто решает государству, господину Рогожкину, генерал-полковнику, поставить один полк внутренних войск? Но такой полк тысячи человек, чтобы это были не трусы, контрактники, платите им нормальные деньги, платите им реальные деньги. Рогожкину, в принципе, всем этим людям мешает конфликт в элите. Какие-то джипы в кого-то врезаются, какие-то отдельные люди погибают. Они начинают выяснять отношения. Эти отношения приходят в стрельбу, стрельба переходит в крупный конфликт. Почему-то именно в этот момент оживляется еще и док Умаров. Он объявляет какой-то там единый джихад Северного Кавказа против русских и так далее и тому подобное. А дальше возникают какие-то там странные спектакли в Дагестане, в Драматической сцене. Был спектакль, известная история. Его запретили, террористы хорошие, а заложники плохие. Значит, тут раскручивается вся проблема. Свободное слово и так далее. Свободу террористов на сцене. Свободу террористов на сцене. С другой стороны, этих же людей тоже можно понять. Их каждый день убивают. То, что определенным кругам эта ситуация была очень нужна, и если сама внутренняя обстановка самой Чечни меняется не в пользу боевиков, они начинают делать это в соседних субъектах. Как вам кажется, почему оппозиция ингушеская собирается на свои собрания в Вашингтоне? Прилететь надо. Где Ингушетия, а где Вашингтон? Да, если Бзежинский говорит, надо вмешаться в ситуацию в Ингушетии. Во-первых, в Ингушетии никакой оппозиции в том понимании человечества цивилизованного его понимает. Нет. В Ингушетии есть люди, которые не оказались у власти. А Бжезинский? Он-то откуда? Да, Джеймс Таунский фонд финансирует некоторые вещи, которые происходят в Ингушетии. В том числе, так называемый сайт Ингушетии.ру, зарегистрированный в штате Вирджиния. В Америке? Полощущий там всех и вся направо-налево, управы на него нет. То есть, Ваше предположение, есть прямая связь с террористами? Я считаю, что да. Я абсолютно уверен в этом. У нас по преступным посягательствам, больше всех совершено такие посягательства, конечно, на территории Чеченской Республики. Затем Республика Дагестан, а потом уже мы. В абсолютных цифрах это 157-90-85. Республика Ингушетия, это одна из мест, где незаконно вооруженные формирования пытаются дестабилизировать обстановку. Цель, безусловно, запугать население, запугать сотрудников правоохранительных органов. Потому что вот буквально в апреле месяце несколько было случаев нападения на сотрудников правоохранительных органов. Ну, буквально в этом году уничтожено 8 участников незаконных вооруженных формирований. В прошлом году было таких 24. В преддверии выборов, начиная со 2 декабря, затем 2 марта, все деятельность их по дестабилизации только на это направлено. И вторая цель, это запугать население. Ситуация в Ингушетии очень неплохо выглядит. 100% территории республики было газифицировано. Непревзойденный результат. Причем сделано это было не за счет вот этой общей программы газификации, а за счет внутренних источников. Что это означает? Это означает, что руководство республики поставило в качестве приоритета решение этой задачи. И решило ее. И это хороший стартовый узел для того, чтобы заниматься жилищным строительством. Особенно в условиях, когда люди хотят жить в индивидуальных домах. Работают школы, детские сады, работают университеты, институты. Стабильность в республике есть. Строительную площадку превратила вся республика. Это говорит о стабильности. Если люди себя чувствовали неуютно, то они, наверное, осторожничали, не вкладывали бы денежные средства в то, чтобы строить. Все в этом роддоме рожают, кто по желанию, кто куда, где хочет. Очень даже удобно. Наш центр охраны материнского детства был открыт 7 марта 2007 года. За 9 месяцев у нас родилось 3460 детей. И за 3 месяца, за первый квартал 2008 года, 1200 детей. Показатель рождаемости в Ингушетии составляет 16. Средний российский показатель у нас в стране составляет 8. Корпус создан для того, чтобы вырастить достойных защитников Отечества, Российской Федерации. Находится корпус в лесном массиве, как мы сегодня видим, 500 метров над уровнем моря. Поступают нам сюда просто 4-го класса. Желающих попасть нам очень много. Поступление на конкурсной основе. В прошлом году 6-7 человек было на одно место. Набираемый человек 60. Это круглым сиротом, детям погибших, умерших, сотрудников правоохранительных органов. Со стороны руководства уделяется огромное внимание. Это не слова, а мы сегодня вовочи сами видим. Чисто, аккуратно, абсолютно мы ни в чем не нуждаемся. Завтрак, второй завтрак, обед, ужин. Осношены наши классы по линии нацпроекта. Технику нам новую дали, автобусы для перевозки детей. И в 18.00 начинаются кружковые работы. Это как спортивные. Вольная борьба, бокс, дзюдо, кикбоксинг, карате-до, тхэквондо, локальный инструментальный ансамбль, хореография, историк и грееведческий, юный эколог, юный физик. 12 таких кружков. 12 и 6, сегодня у нас работают 18 кружков. Процентов 85 детей залезаны в кружковых работах. Поразительная оптимизм. Трудно, сложно, но люди говорят, это наш дом, и мы обеспечим Северный Кавказ, это наш. Но помогите нам, а помочь ингушетия надо. Федеральный центр в долгу еще перед ингушским народом. Но у нас есть сегодня политика, именно политика, Василий Николаевич, на Северном Кавказе. Вот заявление Путина, прямой ответ на все многочисленные вопросы, которые прозвучали сегодня, заявление Путина о том, что такие программы, федеральные программы для Северного Кавказа необходимы. Есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязяковым, к которому я отношусь с большим уважением, и все это будем осуществлять. Все, что мы наметили в сфере выплаты компенсации за утраченное жилье, думаю, что это одно из основных направлений, которое и должно решить эту проблему. Но не единственное, конечно, те, кто остались в самой республике, в Ингушетии, я имею в виду, они тоже вправе рассчитывать на получение этих средств. Вопрос, куда они будут их вкладывать. Люди между собой десятилетиями жили вместе, без всяких проблем. И вот если мы озаботимся именно этим, если будем думать о конкретных людях, зная их пофамильно, тогда мы все решим. Слова Лужкова в Москве, он нам подсказал, говорят, поезжайте, посмотрите, какие дороги в Ингушетию. С этого начался мой разговор с мэром. Как в Швейцарии, там дороги, возрождается Кавказ, что вы все там ноете, стонете. Поезжайте, посмотрите. Андрей, я скажу совершенно откровенно. Сделаны серьезные шаги в том, чтобы оригинальная политика как бы состоялась. Но она есть на Кавказе? Она формируется. Применительно к Кавказу она еще недостаточно объемна. По своей структуре, по широте охвата. А кто в Москве отвечает за Кавказ? Палпрет? Очень хороший вопрос. Сегодня у президента Путина, ну, два, может быть, помощника, которые непосредственно прикасаются с этой тематикой. Мало. Несмотря на то, что есть подразделение, которое сегодня возглавляет Дмитрий Казак, должна быть специальная, по-настоящему патриотичная структура вместе с региональной властью. Сегодня федерализм трещит по всему миру. Кризис сумасшедший. В Бельгии мы с вами знаем. Очень сложная обстановка в Великобритании. Но, тем не менее, федерализм для России – это демократический инструмент спасения многих наций, в том числе и Северного Кавказа. Это интернат, общеобразовательная школа-интернат для неблагополучных детей. Ну, в основном, это дети войны, чеченской, осетинских событий. Но, если родители есть, то родители инвалиды. И поэтому, чтобы уберечь детей от возможных нарушений, беспризорности детского, мы их забираем вот в такую школу, чтобы сделать полноценными гражданами Республики, страны, России. Мы до конца 2012 года в Республике планируем ввести в эксплуатацию 16 школ. И мы не можем их не строить. Казалось бы, мы должны больше акцентировать внимание на развитие производственной инфраструктуры. Но сегодня уже ведется работа в Республике по строительству 8 крупных специализированных лечебно-профилактических учреждений. И противотуберкулезный диспансер, это и перинатальный центр, это и многокрофильная больница в столице, это и районная больница в Жерасской. По сей день в Республике практически нет детской боли-клиники. Вот мы начали эту работу в этом году. Не говоря уже о всех остальных составляющих социальной политики. Вот то, что я озвучила выше, что мы за этот короткий период доходы Республики увеличили 2,3 раза, сегодня зарегистрировано и работает 6883 предпринимателей. А если мы говорим об объеме произведенной продукции этими предпринимателями, то 12,2 раза это объем увеличился. А американский госдепут, если мы предполагаем, что все эти сайты в Америке зарегистрированы, и сайт в интернете не является средством массовой информации, его невозможно наказать за клевету никак. А что это деньги, которые здесь, на Кавказе, убивают людей, и не только милиционеров и прокуроров? Терроризм. Вот как это вот госдепут Америки? Если прямо призывающий к совершению насильственных действий... Прямое вмешательство у наших дел, да? Да. Это вмешательство во внутренние дела государства, да? Ну, МИД-то реагирует как-то на это Россия. К великому сожалению, только становящаяся на ноги Республика... Вот вы и говорили с министром финансов, а я вспоминал, сидел, будучи полномочным представителем Ельцина в этом регионе в 92-м году, как я рыскал по названию, искал машинистку, которая могла бы мне на компьютере составить докладную записку Ельцину о ситуации в Ингушетии. Как я размещал Министерство Республики в вагончиках. Зеленый вагончик, я говорю, министру сельского хозяйства, это ваш. А вот МВД в вагончиках синего цвета. И вот из этого положения... Жить негде не было. ...на голом месте создающаяся Республика... То есть это политика, вот еще раз, это политика, это деньги направлены... Да, политика, абсолютно точно. Создать негативное мнение. И к Бжезинскому нет никаких вопросов ни у кого, кроме российских ингушетей. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ